Вы смотрите Дефакто в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Гамильчанин в приступе ревности до смерти избил сожительницу. Как оказалось, кулак мужчина применил не впервой, да и потерпевших от него несколько. В ходе расследования дела следователи выяснили, что мужчина часто избивал потерпевшую. Однако женщина ни разу не обращалась в милицию или к врачу. Так, за несколько дней до убийства соседи видели, как обвиняемый начал бить свою сожительницу прямо в подъезде дома. Продолжение последовало в квартире. По версии следствия, все истязания мужчина совершал в нетрезвом состоянии. При проведении психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что наш обвиняемый вменяем может самостоятельно отвечать за свои поступки. В состоянии аффекта он не находился, однако выявлена у него зависимость от хронического алкоголизма. Также при изучении личности обвиняемого было установлено, что он уже ранее был судим за истязание и причинение тяжких телесных повреждений своей матери, за что отбывал наказание в местах лишения свободы. Расследование уголовного дела завершено. Его передали прокурору для направления в суд. Мужчина обменяется по двум статьям. Истязание, совершенное ранее судимым за аналогичное преступление, и убийство с особой жестокостью. Прошлой ночью в Петриковском районе на пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло в частном доме в деревне Бабуниче. К моменту прибытия спасателя уже обвалилась крыша дома и рушился потолок. Во время тушения пожара звено газодымозащитной службы под завалами обнаружило тело хозяина дома. По факту гибели человека следственно-оперативной группой проводится проверка. Одна из рассматриваемых причин пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. В Ужлобинском районе поймали похитителя соломы. Мужчину с поличным остановили сотрудники ГАИ. Как оказалось, сам он работник местного агропромышленного предприятия, с которого и похитил рулон соломы. Пояснил для личных нужд. Похищенное изъяли. Мужчине грозит штраф от 10 до 30 базовых величин или административный арест. А в Гомельском районе госавтоинспекторы остановили автомобиль, в котором при осмотре обнаружили 200 литров дизеля. Топливо перевозили в багажнике без сопроводительных документов. По факту проводится проверка. Таков обзор происшествий. К этому часу оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания.